Всем добрый вечер. Я рада вас всех приветствовать, дорогие партнеры. Сегодня у нас с вами очень важная тема. Я думаю, что она очень важна для нашего успеха, для нашего бизнеса, для нашего результата в этом бизнесе. Называется наша тема «Настрой на бизнес, настрой на успех». Вы знаете, настрой на успех, оказывается, играет огромную роль в нашем бизнесе. От него зависит и сам наш результат, и скорость получения этого результата. Иногда человек очень много делает звонков, партнер наш, проводит много встреч, но, к сожалению, желаемого результата он не достигает. Почему? Сегодня мы с вами найдем ответы на этот вопрос. Сегодня мы разберем несколько с вами видов настроя и правильного отношения к нему. Вот сейчас вы видите человека на фотографии здесь, который совершает прыжок с одной скалы на другую. Это риск. Мы все с вами понимаем, что это риск. Это неимоверные, должны быть, наверное, затрачены физические усилия, многоэнергии. Как вы думаете, сможет он это сделать, если он не знает зачем, не настроившись на преодоление этой пропасти? Если он не просчитает своих сил, не нацелится на победу? У него нет выбора, или пан, или пропал. Он должен обязательно приземлиться, согласитесь, так же, как и в нашем бизнесе. Есть такие два вопроса. Посмотрите, пожалуйста, на следующий слайд. Зачем и как? Вот хочу, чтобы вы все, уважаемые партнеры, сейчас ответили на вопрос. Как вы считаете, какой из этих вопросов главный в нашем бизнесе? Вы прямо напишите, пожалуйста, здесь в чате. Смотрите. Часто пишут как. Кто-то пишет зачем вопрос главный. Многие пишут как. Кто-то написал оба. Да, я согласна, что оба вопроса очень важны. Да, ответы на эти вопросы очень важны в нашем бизнесе как для результата. Но все-таки, вы знаете, самый главный вопрос в нашем бизнесе – зачем? Оказывается, 90% нашего успеха зависит от ответа на этот вопрос. Каждого из нас. Понятно, что на вопрос, как мы должны делать определенные действия. То есть, в принципе, мы знаем с вами, что если мы пришли сюда, мы можем научиться делать звонки, делать приглашения. То есть, как нас здесь и научат, и помогут нам стать профессионалами. Но этого оказывается недостаточно, друзья. Потому что для того, чтобы нам с вами стать успешным, богатым, достичь как внешнего, так и внутреннего процветания, надо понимать свою роль в этом бизнесе. Вот зачем мы здесь? Что мы хотим получить от этого бизнеса? Какую цель я преследую в этом бизнесе? Нам надо с вами настроиться на успех. Настроиться. Что такое настрой? Давайте вот посмотрим внимательно на этот слайд. Здесь очень интересная интерпретация слова «настрой». То есть «нас трое». Что такое трое? Это разум, тело и душа. Только когда совместно задействованы эти три параметра, приходит истинный успех, друзья. Как внешнее, так и внутреннее процветание. Давайте вот разберем сейчас с вами подробно каждый из этих моментов. Вот еще раз хочу вас спросить. Пожалуйста, пишите, будьте активными. У нас сегодня школа. Я думаю, что мне хочется не на налог ввести, а чтобы вы тоже отвечали, были активными в обсуждении. Кто из вас доволен своим результатом? Напишите, пожалуйста. Да или нет? Просто скажите, да или нет? Довольны результатом или нет? Финансовым, я имею в виду, в нашем бизнесе. Меня слышно? Почему-то никто не пишет. Нет, Кульзира пишет, нет. Отлично. Многие пишут, нет. Очень жаль, что мы пишем не да. Смотрите. Оказывается, что такое наш результат? Вот я однажды, очень много лет назад, мне показали картинку. Я вам тут ее не нарисовала, но я думаю, что вы представите. Вот сегодня мы имеем наш результат. Довольны мы им или нет, но это вот такой финансовый результат. К нему привели определенные действия, согласитесь. То есть мы какой-то период времени выполняли определенные действия и получили такой результат. Но чтобы начать какие-то действия, чтобы получить результат, вы какие-то мысли в голове когда-то имели, да, какой-то период времени назад, которые привели к определенным действиям, к определенному результату. Как вы думаете, если мы хотим другой результат, гораздо больший, вот сегодня вы говорите, я недоволен результатом, а если мы хотим большего результата, что сегодня мы должны поменять? Понятно, что следуя этой логике, мы должны поменять действие, но действие – это результат наших мыслей, значит, нам с вами надо поменять мысли. Вот это самое главное, то есть начать делать то, что мы никогда не делали, чтобы получить тот результат, который никогда не получали. Я вам маленький пример свой приведу. Я работала в первом гражданопроекте, проектировщиком, и никогда не зарабатывала таких денег, каких я зарабатываю здесь в бизнесе. Но однажды мне предложили бизнес, то есть я работала по найму, и мне предложили бизнес. То есть я совершенно по-другому приняла решение, то есть у меня появились мысли, как сделать этот бизнес. Я стала делать другие действия и получила совершенно другой результат. Вот, понимаете, все зависит от того, что у нас в голове. Поэтому бизнес приносит деньги именно, когда у нас включен разум, когда мы понимаем, что мы делаем, что мы хотим получить, и, соответственно, наши действия уже – это следствие наших мыслей, чтобы вы понимали, ну, соответственно, и результат. То есть наши мысли формируют будущий наш финансовый результат. Но деньги, конечно, у нас не самоцель. Главное, что принесут нам наши деньги с вами. Вот здесь мы как раз подходим к телу. Что такое наслаждаться деньгами? То есть мы родились с вами, вот, на мой взгляд, не для тяжелого труда, а чтобы наслаждаться этой жизнью. Вы знаете, очень много, например, предпринимателей, очень много работают, но, к сожалению, им некогда даже потратить плоды своего труда. То есть измотанные в результате кучи болезней, заболеваний. Вот этот бизнес, он нам должен приносить все-таки с вами плоды своего труда. И мы ими должны пользоваться не когда-то потом, знаете, через много лет, а сегодня. И вот у меня тоже были совсем на этот счет другие мысли. Но именно здесь, вот в нашей компании я поняла, что надо уделять время себе любимому. Надо полюбить себя, надо ухаживать за собой, надо деньги тратить на себя. То есть на то, чтобы ухаживать за своим телом, на то, чтобы сегодня быть здоровым. Это очень важно нам, потому что в здоровом теле здоровые мысли, в больном теле больные мысли. То есть мы тем самым с вами и меняем образ жизни, мы меняем качество нашей жизни. Я считаю, что сегодня каждому из вас надо обратить внимание именно на то, насколько мы физически здоровы. То есть заниматься тренировками какими-то в свою жизнь, впустить физкультуру, впустить, скажем, какие-то процедуры для тела, массаж. СПА-процедуры, уход за лицом, телом, путешествовать надо побольше. Я понимаю, что у нас нет денег, многие скажут мне. Но именно поэтому, когда мы получаем деньги, мы не только должны, например, кредит свой закрыть. Это важно, если они у вас есть. Но и себе любимому эти деньги потратить. Это очень важно. Когда мы деньги тратим на наслаждение, они все больше и больше к нам приходят. Понимаете, друзья? Поэтому я вот, например, сама могу поделиться с вами. Я зимой хожу на лыжах, я стараюсь держать себя в физической форме. Я три раза в неделю хожу на тренировки в бассейн и на велосипеде летом катаюсь. Я постоянно стремлюсь к путешествиям, которые нам организовывают компания. Поэтому всем рекомендую. Это тоже очень важный элемент нашего финансового здоровья. Ну и, конечно, вы видите здесь третий элемент настроя – это душа. Вот вы знаете, очень важно, чтобы наш бизнес был созидательным. Не разрушительным, а созидательным. И оставил добрый след на земле, чтобы развивалась наша душа. В душах людей и в сердцах людей оставил добрый след. Вы знаете, почему я люблю наш бизнес? Искренне вам скажу. Я вижу в нашем бизнесе огромную, великую миссию. Ведь, наверное, каждому помимо денег важно моральное удовлетворение. Вот миссию помочь нашим людям стать успешнее финансово. Если благодаря вашей информации человек войдет в этот бизнес, распрощается с кредитами, как это сделала я. У меня были огромные кредиты, это правда. Выйдет на высокий доход, как это получилось у многих наших партнеров. Улучшит свои жилищные условия, там, квартиру купит, дом, например, да. Что уже сделали тоже многие партнеры в нашем проекте. Будет несколько раз в год путешествовать, осуществить свои мечты. Вот это ваши партнеры, которые придут к вам. Что вы будете чувствовать при этом? Вот скажите мне, пожалуйста. В вашей сети люди станут миллионерами. Что вы будете испытывать при этом, друзья? Если они создадут фамильный капитал, я думаю, что вот осознание того, что наша жизнь прошла не зря, что, углянувшись, мы поймем с вами, мы помогли большому количеству людей. Вот мне лично это очень важно. Вот даже не столько стремлений к деньгам, сколько помочь огромному количеству людей стать более успешными финансово. То есть наш финансовый успех – это эквивалент помощи людям. Я лично так считаю. Именно в нас, друзья, кроется секрет и успеха, и неудач. И успех зависит от вашего личного настроя. Вот мне очень понравилась эта картинка. Вот успех зависит от нашего настроя именно, от вашей способности передавать свой энтузиазм и веру другим людям. Надо быть настроенным на это. Вот каким вы видите себя сегодня, кем вы видите? Вы знаете, как трудно, еще будучи маленьким котенком, представить себя в роли льва, да, то есть начинающий партнер, который приходит к нам. Наверное, вот примерно такая картинка, да, то есть ему надо какие-то цели себе сделать, в которых он должен быть, скажем, там, президентом, увидеть себя, директором. И мы говорим ему, давай, ты под карьерной лестницей там поднимешься. Но ему очень сложно это все представить, представляете, друзья? Вот. Или, например, пойти к предпринимателю, который зарабатывает 5 тысяч долларов в месяц, скажем, а сам ты еще зарабатываешь, ну, какие-то там небольшие, там, 100, 200, 300 евро в месяц. Понятно, что это очень сложно. Поэтому, конечно, представлять себя надо в начале этого бизнеса, но это тренировка определенная, и надо в себе развивать это видение. Сегодня я, да, я пришел, еще ничего не имею, но имею, может быть, даже кредитов. Но если вы каждый день будете представлять себя, как этот котенок, да, серьезным львом, то есть вы всегда будете видеть себя в будущем, сильным, успешным человеком, лидером, это надо видеть, это надо представлять, воображение с эмоциями, то сила мысли обязательно осуществит вас, реализует это ваше желание и вашу эту цель. Вначале всегда бывает трудно. Вот иногда человек спрашивает, почему его бизнес не растет? Ответ прост. Вот смотрите, он думает об этом, что его бизнес не растет. Он тем самым дает силу этой мысли, она материализуется, и он это и получается, гласитесь. Когда ты думаешь о проблеме, ты не видишь из-за нее цели. То есть она настолько для тебя велика, эта проблема, что она заслоняет собой нашу цель. Вот у меня к вам очень большое пожелание, чтобы мы с вами всегда видели свою цель. И если я ее осуществляю, то все проблемы, конечно, постепенно уйдут, их не будет. Любой лидер вам скажет, что на пути к этому успеху своему он прошел массу неудач, потерпел, массу неудачных каких-то и звонков, и встреч. И чем больше и сильнее лидер, тем больше он потерпел каких-то фиаско в жизни, в бизнесе. Но именно потому, что он не остановился, продолжал свой путь, он сегодня лидер. Не талант, кстати, а настрой играет решающую роль в достижении успеха. Настрой на успех – это прежде всего убежденность, что ты дойдешь до конца. Кто сегодня сомневается, что мы дойдем до продажи? Я думаю, что есть и такие. Но их, наверное, все-таки намного меньше. Наверное, их единицы. Мы все верим, что пройдя большой путь, мы с вами обязательно получим свои доли. Если ваши партнеры сомневаются в этом, вряд ли они станут в нашем бизнесе успешными. Вот смотрите. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Настрой на успех. Давайте поймем, что это такое. Вот смотрите. Это очень... Такой вот... Настрой на успех – это убежденность, прежде всего, в том, что ты дойдешь до конца. Вот мне хочется привести в пример спортсмена. Я сама в прошлом занималась спортом, лыжным спортом. И я знаю, что это такое, да? То есть, когда ты под дождем, под снегом, в зной тренируешься, тренируешься, чтобы однажды, может быть, это какой-то чемпионат раз в году будет, да? А для олимпийцев это, например, 4 года надо ждать олимпийских игр. Представляете? И каждый из них ведет себя победителем. Иначе бы он не тренировался. Иначе бы он остановился. Но каждый метит именно победителя, чтобы стать победителем. Поэтому куда мы смотрим, туда мы и идем. Если вам не верится, это ваша мысль тоже сматериализуется. Если вы видите себя лидером, это тоже станет реальностью. Так что будьте очень осторожны со своими мыслями и всегда верьте в победу в своем. Чем вы видите выше себя на вершине, чем выше ваша планка, да? Хочу быть президентом. Если вы постоянно об этом думаете, то вас неминуемо настигнет это. Вы обязательно станете президентом. Но если только, возможно, это только тогда, когда вы настроены покорить вот эту намеченную высоту. Второй настрой на успех – это мышление руководителя. Тоже очень интересная тема. И я хочу вас спросить сейчас тоже. Ответьте мне, пожалуйста, быстренько на вопрос. Прямо напишите. Кто хозяин вашего бизнеса? Быстренько, пожалуйста. Кто хозяин вашего бизнеса? Валентина Архипова пишет я. Да, молодцы. Кто написал я? Я думаю, что вы молодцы. И у вас все очень идет успешно. Действительно, вы знаете, это мы хозяева своего бизнеса. Это правда. Но часто, часто многие наши партнеры, они не считают себя хозяином своего бизнеса. Они все время на кого-то рассчитывают. Они все время перекладывают ответственность на кого-то. Ведь что такое хозяин? Это ответственность за тот процесс, который я веду. За построение сети, за развитие своего бизнеса. Согласитесь. Вот, если человек сам все время надеется, что ему кто-то зарегистрирует там партнера, кто-то поможет проплатить, кто-то проведет встречу, понимаете, он все время на кого-то надеется. Как вы думаете, он может считать себя хозяином своего бизнеса? То есть я хозяин своего бизнеса, я босс сам себе, я сам себе начальник. Вы же знаете, что мы в бизнесе идем без начальников и будильников. Так вот, я генеральный директор своего бизнеса, я бы так назвала. И когда вы это ощущаете, вы понимаете, что все, что под вами, это ваше. Это все мои партнеры, которым я могу передать свой опыт, свои знания и так далее, которым я могу помочь. И самое главное, помощь заключается не в том, чтобы его сделать инвалидом и за него все делать, а для того, чтобы помочь ему это же самое, что сделать? Повторить, да? То есть научить его этому, чтобы он сумел научить следующих, то есть по цепочке. Вот представьте себе, что мы открыли свое предприятие. Что мы прежде всего делаем? Мы набираем из своего окружения самых активных, инициативных людей. На них можно положиться. Креативных людей, да? Ответственных людей, на которых можно положиться и с ними идти развивать это предприятие. Также мы и здесь. Это тоже наше с вами предприятие. Приглашаю в бизнес, задумайтесь, а тот ли это человек, с которым вы пройдете большой путь на вершину успеха? А надежен ли он? Оптимист он или нитик? Вот оно вам надо, этого нитика? Легко ли вам с ним? Общий ли у вас с ним жизненные ценности и цели? Зарейте тех, с кем вам интересно общаться, отдыхать, путешествовать, легких на подъем и серьезных в делах. Просто, видите, мы иногда не задумываемся, а лишь бы кто-то. Вот он дал согласие, ну и хорошо. А что за этим последует? А каков этот человек? Мы с вами даже не задумываемся. Часто партнерам кажется, что они работают на спонсора. Вот тоже один из моментов. Бывают в практике случаи, когда партнер оплачивает не на себя свой пакет, чтобы увеличить свой пакетный статус, а на родственника. Представляете, только чтобы личная премия не досталась спонсору. Редко, но бывают такие случаи. И я думаю, что в результате этот человек всегда проигрывает. И он даже не осознает этого, но он проигрывает. И это не позволяет ему стать успешным. Итак, давайте подведем итог. Мы с вами сами себе босс и начальник. И, конечно, каких масштабов достигнет наш бизнес? Решать только нам. Вот смотрите, еще третий настрой на работу уже. То есть как настроиться на работу? Мы с вами уже выяснили, что в нашем бизнесе нет начальников. И, конечно, нет подчиненных. Каждый сам решает, как строить свой бизнес. Отношения у нас у всех равноправные, ровные, уважительные, недопустимо повышать голос на партнера, даже если он делает что-то неправильно с вашей точки зрения. Если вы спонсор, то вам необходимо научиться владеть всеми навыками в бизнесе, чтобы потом помочь быстро свои знания и опыт передать ниже стоящим партнерам. Мы не можем требовать с партнеров то делать, что сами не умеем. Вот понимаете, иногда человек сам не может делать холодные контакты, но предлагает, а иди холодные контакты, сделай. Не умеет сам в соцсетях приглашать людей, но давай всем партнерам раздавать советы. А давай-ка вот в соцсетях пригласи кого-нибудь. Понимаете? То есть если вы кому-то что-то рекомендуете, вы должны сами это уметь делать. И уже по цепочке, как я уже сказала выше, мы с вами передаем наши знания и опыт. Если вы что-то не умеете делать, вот представляете, я не умею, то что надо сделать? Элементарно научиться это делать самому. Иначе к вам пропадет уважение со стороны партнера. Вы потеряете авторитет. Вот часто партнер говорит мне, вот у меня бывают такие в офисе моменты, когда партнер говорит, вот я звоню своим партнерам, а они не реагируют, даже трубку не берут. Как вы думаете, почему, что произошло? Почему человек не хочет брать трубку своего вышестоящего спонсора, разговаривать с ним? А я думаю, что это уже страшный диагноз. То есть подумайте, почему не хотят с вами разговаривать. Может, дело не в партнере, а в вас? Может, он не видит в вас того человека, который может ему передать свои знания, чему-то научить? Понимаете, задумайтесь. Вот я часто думаю над этим, что почему вот не реагируют? Может быть, вы не представляете ценности для этого человека в плане бизнеса, как вышестоящего партнера, как наставника. Своим неумением или нежеланием им помочь. Поэтому очень важно не только научиться самому приглашать, но и суметь научить своих партнеров этому. Тогда пойдет дубликация по сети. И дублицирование начинается с вас. Только запустив механизм дублицирования, друзья, правильных наших действий, вы сможете рассчитывать на развитие сети и рост дохода. Еще один принцип успеха – это готовность начать с нуля. Небажно, какого вы достигли успеха в прошлом, настоящее диктует новые правила, и нужно быть готовым начать все с нуля. Вот часто бывает так, что человек, например, пригласил в начале своего бизнеса, ну, несколько человек, партнеров, да, и все, он пожинает, на лаврах сидит и пожинает плоды, вот, ну, вот у нас партнеры. Давайте сейчас вы делайте, да. Но если вы прошел месяц, два, год, и вы не пригласили больше никого, у вас этот навык теряется. Квалификация, знаете, теряется. Поэтому если мы с вами не будем это делать, продолжать также показывать пример приглашений, проведения встреч, заключения сделок, мы не сможем с вами быть примером этому человеку, людям, нашим партнерам, которые мы пригласили. Поэтому прежде всего я думаю, что нам не надо, во-первых, терять квалификацию каждый месяц по одному, по два, вот даже рекомендуют на Академию по два человека приглашать в месяц каждому, чтобы не терять вот этого навыка. Но часто бывает еще, знаете, какой момент, почему необходимо начинать с нуля? Нам приходят, например, люди, которые имеют опыт в сетевых компаниях. Причем, знаете, часто приходит человек, который несколько компаний прошел, да, и когда ты его зовешь на школу, на обучение, на академию, туда, на какое-то, скажем, мероприятие, конференцию международную в Москву, например, да, этот человек говорит, да я уж там был, я уже все знаю. Или, например, он говорит, ну, мне это не надо, я уже все это проходил. Вот понимаете, если ты проходил, то почему у тебя сегодня нет товаропроводящей сети в несколько тысяч человек? Если у тебя этого нет, то лучше убрать свой эго, да, то есть взять и начать обнуляться, да, то есть гордыню свою убрать и начать с нуля, и учиться у тех, у кого этот результат есть. Вообще, я считаю, что надо всегда учиться у тех людей, которые имеют результат. И не важно, что у вас за плечами, не важно, что вы были предпринимателем крутым когда-то, много лет назад, да, но сегодня вы не предприниматель, вы сегодня не зарабатываете такие суммы денег, которые, может, когда-то вам удавалось зарабатывать. Понимаете? Поэтому это очень важно. Научитесь начинать все обнуляться и учиться у тех, у кого есть в нашем бизнесе результат. Часто бывают совершенно разные приемы приглашений, проведение встреч. Этому надо учиться. Это не может быть шаблоном в разных бизнесах, в разных компаниях. И, конечно, тот мудрый человек, кто никогда не говорит «я все знаю», когда он говорит «я хочу научиться» и никогда не своими не хвастается там какими-то успехами, если сегодня у него нет результата. Настрой на благодарность. Вот мне это очень нравится, потому что я считаю, это одним из важнейших принципов успеха. Друзья, я знаю, что очень много партнеров у нас не пользуются этим настроем, и поэтому, может быть, не всегда к ним приходит финансовый успех, да и вообще любой успех. Знаете, я раньше тоже на это не обращала внимания и никогда не понимала этого, да, то есть не то, что не понимала, даже не знала об этом, если честно. Смотрите, нас окружают разные люди и в разные периоды времени нам помогают. Это спонсоры, это могут быть просто партнеры параллельных ветков. Вот мне очень нравится в нашем бизнесе, в нашем офисе партнеры совершенно разных параллельных веток никогда не отказывают друг другу в помощи. Не говорят «это ты не мой, это мой» и так далее. То есть идут навстречу человеку и помогают ему все, что он попросит сделать. И часто мы забываем благодарить этих людей. Вы знаете, это очень важно. Благодарность – это благодарить. То есть обязательно надо благодарить таких людей, которые у вас сегодня вам помогают в росте. И в личностном, и в духовном, возможно, есть духовные такие наставники. Очень важно благодарить любого человека. Еще я поделюсь с вами, как я это делаю. То есть я считаю, что все, что мы с вами получаем в этом мире, это очень большая помощь свыше. Мы своими мыслями запускаем во Вселенную заявку на помощь, на то, чтобы нам создали сценарий, который поможет нам с вами реализовать те или иные наши цели, материализовать их. Наши небесные помощники, их очень много. Это ваши ангелы-хранители. Это какие-то, может быть, ну, это у каждого свое, да, может быть, высший разум. Кто-то в Бога верит, кто в высшие силы верит. То есть, вы знаете, я лично каждый вечер, ложась спать каждое утро, я благодарю за то, что я сегодня прожила этот день, за то, что у меня есть в моем дне сегодня друзья, бизнес, крыша над головой. То есть каждый день надо обязательно благодарить минимум за пять каких-то свершившихся сегодня чудес в вашей жизни. А их много, они вокруг нас. Мы все время, нам Бог посылает это. Наши ангелы, наши родители, может быть, умершие, да, святые угодники, в кого вы верите, кого вы просите о помощи, обязательно благодарите. Вы даже не представляете, какой силой обладает благодарность эта. Признавайтесь в любви и благодарите. И вы увидите, как у вас пойдет настолько быстрый поток к вам тех вещей, которые вы сегодня хотите впустить в вашу жизнь. Понимаете? Это вот для меня, я очень много об этом читала, изучала, и я считаю, что в моей жизни это мощно работает. И я думаю, что у многих это тоже работает. Просто рекомендую. Еще один пункт, который, наверное, один из самых основных в нашем бизнесе, это настойчивость. Вы знаете, вот здесь есть два очень хороших выражения. Я их зачитаю сейчас вам, а вы подумайте, насколько они верны. Я не думаю, что есть другое качество, столь необходимое для успеха любого рода, как настойчивость. Настойчивость может преодолеть все, даже законы природы. Джон Рокфеллер. Вообще, кстати, у него очень ценные советы, у Рокфеллера. Почитайте, поизучайте, интернет и найдите. Вот. Я думаю, что вы это понимаете и сами, и в процессе практики, и в нашем бизнесе вы это осознали. Если бы нужно было выбрать качество, наиболее связанное с успехом, в любой сфере я выбрал бы настойчивость, пишет Ричард Девос, упорство, волю, быть 70 раз сломленным и все равно подняться с пола со словами. А вот и 71-й. Посмотрите, вот здесь очень интересная картинка внизу, фотография. Растение пробило в асфальте себе путь к солнцу. Посмотрите, треснул асфальт от такого маленького растения. Вот, вы знаете, вообще в мире преграда одна. Это наши мысли. Других преград нет. Если человек ищет вовне причины своих неудач, ни результата своего, он просто не понимает, что он циклится сегодня на как раз этих неудачах, на негативе. Убирайте из головы все абсолютно. Умейте фильтровать свои мысли, потому что мысли, они очень быстро, с огромной скоростью, особенно у людей нашего бизнеса, здесь приходят очень активные, с большой энергетикой люди, они материализуются мгновенно, что негативные, что позитивные. Вот. Поэтому, конечно, настойчивость – это очень важный фактор для успеха. Вы знаете, вот часто люди говорят, очень сложно звонить. Вот первое препон для успеха людей – это звонки. вот начинают звонить, и, наверное, каждый первый, я не знаю, может быть, есть такие люди, но мне они не встречались честно, который сразу, легко, быстро, вжиг-вжиг-вжиг и пригласил все свое окружение. Часто мы получаем «нет», и почему-то человек сразу начинает огорчаться. У него сразу депрессия, у него сразу какая-то паника, что этот бизнес не работает, что «все, это не для меня», решил он после двух звонков. Ответы, на которые последовали «нет». Знаете, вот мы проходили в Екатеринбурге академию, и мне очень понравилось, как Зоя Самонова поделилась своим результатом, ну, как она звонила. Она говорит, мне только на 49-й звонок человек ответил «да». Я знаю людей, которые огромное количество делали действия определенных, в том числе звонков, и они не приводили к успеху очень долго, очень долго. История богата такими случаями, да, ситуациями. Вот. И я сама себя помню, как я вокруг трубки ходила первый месяц в бизнесе и не могла трубку взять в руку. Это было просто, ну, не знаю, доходило до такого состояния, что я уже хотела все бросить и уйти из бизнеса. Понимаете? Вот. Поэтому очень важна в нашем бизнесе настойчивость. Это, вы знаете, когда человек отказывает, я всегда всем говорю, он отказал себе, он не вам отказал, он себе отказал в удовольствии жить лучше в финансовом плане. Поэтому почему мы об этом паримся и расстраиваемся? Очень большой к вам совет. Никогда не расстраивайтесь. Вот у меня лично, да, у меня поговорка такая. Да, нет, следующий. Да, нет, следующий. Этот отказал, значит, ему не надо этого. 80% людей никогда не придет в наш бизнес. И это норма, это просто статистика, друзья. Не парьтесь, вообще не переживайте. Это не ваш человек. И Бог его отвел от вас. Поблагодарите этого человека за то, что он вам отказал. Понимаете? Вот, кстати, по поводу благодарности. Умейте благодарить тех, кто вам сказал нет. А почему надо их благодарить? Просто потому, что вы на нем потренировались, вы получили еще один опыт, еще маленький шажок к следующему уже, к успеху, к своему еще шажок сделали. Представляете? Следующий, следующий. И когда у вас набирается вот это уже потенциале, да, ваш опыт, он однажды трансформируется в пакет, может быть, инвест, а может быть, несколько инвест. Понимаете? Это просто путь к победе. Вы знаете, я вам поделюсь маленьким примером настойчивости в нашем бизнесе. Вот у нас в офисе ее, к сожалению, нет в живых. Уже, наверное, год или полтора. Это была слепая женщина, Левтина Макарова, которая жила даже не в Перми, она жила час езды от Перми. И эта женщина слепая, у нее был какой-то телефон кнопочный, который она умудрялась каким-то образом набирать номера, потому что в памяти информация очень много сохранялась, она уже просто контренировала память на цифры и на местоположение, видимо, кнопок. И она построила, я не скажу, что большую сеть, но она построила не один десяток человек у нее в сети был. Вы представляете, слепая женщина, пенсионерка. Когда она со мной говорила, у нее такой был энтузиазм, у нее столько энергии, что я просто зажигалась сама. Представляете, слепая женщина. К сожалению, ее уже нет в живых, но ее пример вот так стоит у меня в глазах, что я хотела поделиться бы с вами, чтобы вы понимали, что здесь абсолютно любой может достигнуть глухонемы, и их руководитель, ну, так, говорит четко и понятно, но она сумела сделать как опять. Представляете, работает только с глухонемыми. Но самый яркий пример, с которым мне, наверное, хочется с вами поделиться, и вы его все знаете, этого человека, это Алексей Паншев, который сегодня просто, ну, живой легендой является и примером для тысяч людей в нашей компании. Это инвалид с рождения, практически ему врачи в год сказали, что он не будет ни ходить, ни говорить, что каково, и не доживет даже там несколько лет, и просто не сможет дальше жить. Вот, он только в 12 лет пошел своими ногами, друзья, в 12 лет, и то пошел, это мягко сказано, то есть это в основном, конечно, это был на коляске. Вот, он учился в двух школах за 10 лет, да, и его обзывали дети очень всяким дебил там, типа этих слов. представляете, но он всегда висел на доске почета все 10 лет, представляете, то есть он умница, у него такие светлые мысли. Это человек очень грамотный, и он очень умный, и вы знаете, он работает над собой в нашем бизнесе, вообще он был в четырех компаниях, но никто к нему серьезно не относился. Радует, что он что-то купил, там какой-то продукт, спонсор на него внимание обращали, он говорит, ну что, ты, ну, неспособный, неспособный, как ты можешь говорить? Ну, потому что у него речь нарушена, он не может мятно, четко говорить, излагать свои умнейшие мысли, представляете? И в основном он, конечно, передвигается на коляске, но вот последние годы он очень большой рывок сделал в своем развитии физическом, потому что он работает со своими мыслями, друзья. он в нашей компании, первый, он подписал свою бывшую из прошлой компании наставницу Марину Усову. Конечно, она ему очень много помогала в плане развития речи, но она свою ветку развивала, а правая или там левая у него, вторая ветка, она была, не было никого там, представляете? Год и семь месяцев у него никого не было, и он звонил настойчиво, непонятно, как он выражал свои мысли, потому что ну просто речь невнятная, чисто физический недостаток, представляете? И люди его посылали во все стороны, куда только можно, но этот человек не сдавался, не сдавался. Вот не знаю, для меня это символ просто героизма какого-то в нашем бизнесе, и этот человек, я сейчас вам скажу, кто не знает его, этот человек сделал, сделал, подписал через год и семь месяцев партнера из Копаровска, и началась развиваться вторая ветка у него, и сегодня он болт-директор, друзья, по статусу. Мы сегодня с вами умеем говорить, писать, говорить, ходить, мы с вами многие вещи умеем делать, которые недоступны сегодня этому человеку, но не у всех такой результат, потому что не у всех такая настойчивость, целеустремленность, жажда жить и своим примером показывать людям, насколько это возможно. Я просто преклоняюсь перед этим человеком искренне. Вот. Поэтому, конечно, он сегодня, кстати, его план в 20-м году сделать президента, статус президента, чего я от всей души ему желаю, и думаю, что вы тоже пошлите ему свою энергию, чтобы он обязательно сделал этот статус. Есть ли у вас сегодня настрой никакой? Есть ли человек на негативный? Воспользуйтесь советом Зои Самоновой. Как раз это уже следующая тема, да, настрой на активность и позитив. Вот, смотрите, у Зои Самоновой очень интересно, я нашла такой совет добрый. Вот вам звонит, например, человек, да, речь идет о настрой на активность и позитив. Вам звонит, человек, и говорит, что-то негативное. Ну, часто же нам партнеры в сердцах что-то высказывают, что им не нравится в компании и так далее. И вот Зои Самоновой всегда говорит, ты знаешь, сегодня 17 сентября, у меня сегодня день только хороших новостей. И все. Вот. То есть, вы знаете, в этой жизни вообще, не в бизнесе даже, надо всегда видеть только плюсы. Например, дождь идет, ищите плюсы. А в чем плюс? Солнце светит, ищите плюс. Дует ветер, ищите плюс. Негативит человек, ищите плюсы. Везде любой минус может стать плюсом. Вот, если что-то не так, и вам кажется, начинает что-то раздражать, всегда, во всем, всегда есть плюсы. ребят, попробуйте искать жирные плюсы, и не один, не два, а несколько, в каком-то явлении, неважно, природы, или в бизнесе, или в личной жизни, в отношениях с людьми, всегда ищите плюсы. Понимаете? Вот это привычка, первое, я вам советую, фильтровать свои мысли только на позитивное, чтобы из нас только излучался один позитив. Во-первых, когда человек в позитиве, когда у него только состояние внутренней радости, мы становимся с вами магнитами, которые притягивают радость. Если у нас негатив по любому поводу, тут не так, здесь не так, то что мы являемся магнитами для подобных людей, мы притягиваем таких же, как мы сами. Что мы сегодня испытываем, таким магнитом мы и становимся. Поэтому именно позитивное отношение к окружающему миру помогает не останавливаться, верить в успех и двигаться дальше. Понимаете, вот если я верю во что-то, рано или поздно это обязательно произойдет, это обязательно сматеризуется. Но если я верю в то, что, например, эта компания не продаст или еще что-нибудь, в негатив, то для вас, да, это и будет так. Каким-то случаем судьба распорядится, и этого не произойдет в вашей жизни. Не в нашей, кто верит в это, а в вашей. Понимаете? Очень рекомендую не смотреть негативные какие-то передачи, общаться, ограничить общение с недоброжелательными людьми. Вот для меня, если мне человек неприятен, да, я стараюсь ограничить с ним общение, если вообще не изолирую от себя. Мне просто неприятен этот человек, и я не хочу с ним общаться. Это мое право не общаться с ним. Понимаете? Поэтому, кстати, это очень сильно влияет на потом, когда, например, партнер, вот он видит, да, что ты вот так вот ведешь себя, и он понимает, что что-то в нем уже не так, и меняется. Поэтому это тоже один из способов изменить человека, может быть, такой, да, чтобы он осознал какие-то вещи. бесполезно его чему-то учить. Вы знаете, не поменяешь человека в большом уже, ну, во взрослом состоянии, но какими-то моментами такими, отрицания, отталкивания вы можете задуматься, заставить этого человека. Что-то во мне может не так. Поэтому я всем желаю с твердым настроем быть на победу и неустанно тренировать это, понимаете? Потому что человек, он часто в обычной жизни очень много негатива и он подвержен этому. Поэтому фильтруйте все, что вокруг и впускайте в свою голову только светлые мысли, только радостные и только позитивные. Вот этого я вам от всей души желаю. Это, кстати, магнит для успеха. Если вы хотите быть успешным человеком, то обязательно будьте позитивны. Кстати, хочу сказать, вот у нас Наташа Макеева, у нас в офисе завела такую привычку приходить утром и для партнеров проводить такую разминку утром. Настрой на сегодняшний день, на состояние внутреннего позитива. Разные ролики она подбирает и нам прокручивает музыку интересную. Минут 15 мы заряжаемся и это очень хорошо действует на состояние на целый день. ну и еще на наш успех воздействует очень сильно ну я уже вам говорила это то, о чем мы думаем, да, и способность притягивать. Я уже сказала, если мы с вами что такое ПСУ вот здесь написано, это позитивный склад ума, а ОСУ это отрицательный склад ума. Мы с вами наблюдаем этих людей, да, и тех, и других в жизни и очень важно просто понимать, а что способствует успеху, друзья. Если вы с позитивным складом ума всегда притянете и веру, и успех, и богатство, и то же самое оттолкнете, если у вас отрицательный склад ума, критичный такой, знаете, бывает вот во всем видят что-то нехорошее. Убирайте это из головы, работайте над собой. Если вы сегодня с позитивным складом ума, в вашу жизнь придет инициатива, терпимость, мужество, оптимизм, красота. Представляете, человек, если говорит, мне повезло, я в компании, где смогу финансово стать на ноги. Вот такая у него мысль. Да? Конечно, он обязательно станет успешным. А если он говорит, мне ничего не получается, это не для меня, господи, зачем я сюда пришел? Люди такие сики. Вот знаете, всегда, вот негативщик, он ищет в окружении в своем, в своей, причине, своих несчастья. Вы этими словами разрушаете себя. Мало того, чтобы не быть успешными, самое страшное, что вы разрушаете свое здоровье. Любой негатив, он просто разрушает каждую минуту, каждую секунду ваше здоровье. Подумайте об этом и очень серьезно отслеживайте свои мысли. И самое главное, любите людей, служите им и пожнете щедрый урожай. Думайте о том, чего хотите достичь, и не думайте о том, что вам не нужно. В каждом несчастье таятся семена достижений. Если сегодня что-то у вас не складывается, понимайте, что это просто очередной шаг к вашему успеху. Поэтому наши мысли это действительно могучая сила. Причем она одинаково могучая и для людей с отрицательным складом ума и с положительным. Либо она вас поднимет, либо раздавит. Помните об этом и очень четко отслеживайте, пожалуйста, свои мысли. Ну и, конечно, один из пунктов успеха, настроен успеха, это сохранение равновесия. Обязательно всегда держите себя в руках. Обязательно при любой ситуации. У нас в жизни бывает столько ситуаций, очень много. И не думайте, что у успешных людей таких ситуаций критических не бывает. Может, даже больше у них критических ситуаций бывает. Но главное всегда иметь контроль над ситуацией. Если, например, вы не можете изменить ситуацию, вот мне однажды очень понравились эти слова, если кто-то не знает, пожалуйста, возьмите это как руководство к действию. Если вы не можете изменить ситуацию, измените к ней отношения. Это очень важно для нашего здоровья с вами. Понимаете? То есть часто человек переживает по каким-то поводам, часто он раздражается, часто он ночами может не спать из-за каких-то ситуаций. Может, это ситуация с партнерами, может, это ситуация с бизнесом, с жизнью, с детьми, с мужьями, с женами. Вы знаете, это классный рецепт, я вам всем его рекомендую. Обязательно измените к этому отношение, если не можете изменить ситуацию. сохраняйте равновесие, контроль за своими чувствами. Это все необходимое качество, но над этим надо работать. Берегите себя, берегите себя. Ну, и напоследок очень интересный факт тоже из жизни. Однажды одна женщина пошла в магазин и оставила отца с ребенком. Ну, ребенка надо было как-то занять, и папа, чтобы решил его, чтобы он не мешал ему телевизор смотреть или еще что-то, он взял ему и дал задание, чтобы он собрал, он выдрал из журнала карту мира, порвал, наверное, клочки и бросил сыну со словами, вот сумеешь собрать карту, я дам тебе полдоллара. Он даже не ожидал, что сын быстро справится с этим и удивился. Оказывается, на обратной стороне клочков был портрет человека, и ребенок, он складывал не карту мира, а портрет человека, и ему это было намного проще сделать, вот, и когда отец спросил, сын перевернул пачки, показал ему портрет этого человека, и снова перевернул, и сказал, я решил, если человек будет правильный, то и мир будет правильный, так вот, вот этот пример, он показывает устами младенца глаголит истина, если вам не нравится ваш мир, ребят, это очень важно сейчас, если все вокруг не так, как вам хотелось бы, если мир не такой, каким вы хотели бы его видеть, начните с самого себя, мы не можем изменить мир, мы можем изменить только себя, вот это самое золотое правило, с которого надо начать в этой жизни жить и проживать ее, если вы в порядке, то и ваш мир будет в порядке, так что эта история подходит и на сто процентов к нашему бизнесу, только сложив правильное видение бизнеса, мы открываем дверь в него, и так мы подошли к завершению нашего с вами путешествия в мир настроя, как нам настроиться на успех, вы знаете, я вам сегодня, сейчас скажу свой девиз, который у меня уже много лет, я это просто однажды мне пришло в голову и я этим девизом пользуюсь, этот девиз звучит следующим образом, не боги горшки обжигают, я верю, мне все по плечу, сбудется то, что желаю, исполнится то, что хочу, я не знаю, откуда мне эти слова пришли в голову, но они мне помогают жить и идти к успеху. Итак, мы с вами рассмотрели все виды настроя на успех, и в заключение я хочу вам задать вопрос, а как вы думаете, у нашего руководства компании был настрой на успех, когда в 14-м году нашим директорам пришла мысль осуществить безумную идею впервые в мире профинансировать разработку и раскрутку мирового мессенджера народными инвестициями. Как вы думаете, у команды разработчиков Синезис был и есть настрой на успех, чтобы создать первый в мире мессенджер с торговой финансовой платформой, работающей на всех континентах мира? Мы с вами знаем, что путь к звездам пролегает через тернии. Создать международный мессенджер премиум-класса мы с вами смогли только потому, что, несмотря ни на какие преграды, на конкуренцию на рынке, на отсутствие соответствия нас, как инвесторов, мировым стандартам сертифицированных инвесторов, на экономические катаклизмы рынка, несмотря на все это, мы смогли преодолеть все преграды на пути к нашему приумку, нашему сегодняшнему успеху. Это 10 миллионов, друзья, пользователей в 167 странах мира. Это больше 20 тысяч инвесторов в 71 стране мира. Я вот сейчас говорю, у меня прям мурашки бегают, я так горжусь, что я причастна к этому. Почему это стало возможным, друзья? Потому что однажды каждый из нас поверил в успех, настроился на успех. Тысячи людей своими мечтами, целями, желаниями, это мы с вами создали по всему миру мощный эгрегор успеха, который является сегодня великой движущей силой, сметающей все, все преграды на пути и ведущей нас в продаже к нашей победе. Сила мысли человека заставила однажды летать самолеты, запускать космос ракеты, строить фантастически красивые здания и сооружения. Нас с вами много, и мы с вами, сила каждого из нас, сила мысли, сможет сегодня, слившись воедино, помочь тысячам людей, обрести финансовую свободу, создать впервые рабочему, студенту, пенсионеру фамильный капитал, чего не было никогда. Давайте вместе соностроимся, друзья. Мы на финишной прямой, и мы победим. Ура! Спасибо всем за то, что пришли сюда, за то, что мы с вами были вместе, за то, что мы вместе в этом бизнесе. Я всем желаю успехов. До новых встреч!